Три года и три миллиарда рублей. Вот оно решение проблемы часовых пробок под Краснодаром. Въезд в краевой центр стал заметно свободнее. Большое строительство Елизаветинской развязки почти завершено. В этом лично убедился и Вениамин Кондратьев. Закончить все работы до конца 2016-го глава региона поручил еще в январе. А сегодня вместе со своим заместителем проезжает по трассе и оценивает проделанную работу. Пять километров нового асфальта, шумозащитные экраны и современные подземные переходы. Дорожником остались последние штрихи. Полностью закончить все планируют уже до конца ноября. Все, что мы делаем, мы должны иметь логическое завершение. В противном случае делать дороги ради того, что мы делаем дороги, это сегодня уже никого не устраивает. Отчетность количественного показателя не значит качество для автовладельца. Автовладельцы говорят о том, что сегодня километража много, а дорог мало. Здесь был очень аварийно опасный участок дороги. Здесь было три полосы, пробка постоянно стояла на многие километры. На сегодняшний день доведен участок дороги до первой категории. На этом участке шесть полос для движения автомобиля на транспорт. Шумозащитные экраны и везде выполнены подземные пешеходные переходы. Три года эту дорогу ждали. Три года. И все-таки я надеюсь, что в конце ноября эта дорога зафункционирует в полном объеме. Готовят к открытию еще одну развязку в крае. Об этом губернатору доложили уже на совещании. По сложившейся традиции Вениамин Кондратьев собирает его прямо у дороги в строительном вагончике. Там начальник Краснодарского автодора обещает, что в ноябре сдадут эстакаду в джубке. В разгар курортного сезона на этом участке трассы автомобилисты стояли в пробке чуть ли не по шесть часов. К следующему сезону никаких пробок на трассе М4 Дон федеральной до джубки, а дальше, если идти направо до Новороссийской, не будет. Попрошу к этому заявлению, здесь очень серьезно, потому что хватит уже испытывать терпение наших автолюбителей. Хватит и жителей края. Мне нужен эффект от работы. Вот как вы это делаете, меньше всего волнует. Даже если результат вы достигли, меня волнует эффект от этого результата. То есть, что получат реальные жители и получат ли они удовлетворение от нашей с вами работы. Поэтому, если не будет эффекта, даже результат коллеги, он ни к чему не приводит. Следующая на очереди капитального ремонта – дорога в районе Архипаосиповки. Как и обговаривали ранее, работы будут проводить в межсезонье. После транспортного коллапса этим летом в Туапсинском районе губернатор Кубани обратился к руководству Росавтодора, чтобы пересмотреть план ремонта дорог. Реконструируют магистрали в регионе теперь только вне курортного сезона. Мы на сегодняшний день в условиях контрактов, при заключении контрактов с подрядчиками, мы определяем эти условия. То есть, мы как с вами проговорили, что с 15 июня до 15 сентября мы не производим вообще никаких работ. Принципом в работе дорожников должно стать и качество, требует Кондратьев. И в первую очередь это касается ремонта региональных трасс. Ведь на него уходит немалая часть краевого бюджета, а значит и денег налогоплательщиков. Подрядчики не должны оставаться безнаказанными за плохо выполненную работу. То есть, если дорогу сделали, а через год ей вновь требуется ремонт, платить за него, но уже из своего кармана будет компания, которая некачественно произвела реконструкцию. Мы требуем и контролируем выполнение гарантийных обязательств подрядных организаций. По земляному полотну это 8 лет гарантия, по основанию дорожной одежды 6 лет, по нижнему слою дорожного покрытия 5 лет, верхний слой асфальта это 4 года. Мы должны приучить сегодня подрядчиков, потому что есть ответственность не только за сроки вовремя сданных дорог, но и за срок гарантийной эксплуатации. Вот кто делал, тот и ремонтирует. Вот это должно быть принципиально. Второе, я прошу вас в следующий раз, когда мы будем ездить в районы и в целом в ваших отчетах, и для меня тоже, не в километрах отчитывайтесь, а в конкретных дорогах. Люди должны понимать, где отремонтирована дорога, где прошла ее реконструкция, конкретного промежутка, конкретного участка дороги. И тогда будет понятно, куда тратятся деньги из дорожного фонда «Края». К слову, в этом году дорожный фонд около 20 миллиардов, и ни один рубль за этой суммы не должен идти на другие траты, потребовал губернатор. Развивать дорожную сеть так же важно, как и экономику «Края». На совещании вновь возвращаются к автомагистралям Краснодара. Заглядывая наперед, обсуждают строительство дальнего западного обхода. Ведь только реализовав этот проект, транспортный коридор на Кубани сможет работать на все 100%. Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.